У каждого препарата есть свое показание. Кроме этого, в наши протоколы включены удобные формы, которые можно применять на амбулаторном уровне. Это, мы говорим, пероральные формы в виде таблеток. Это такие препараты, как ривораксабан и апексабан. Данные препараты на территории Кыргызской республики не были зарегистрированы, то есть они не заезжали. Но, тем не менее, в странах СНГ и во многих других международных странах они есть. И поэтому на сегодняшний день делаются усилия со стороны Минздрава и правительства о завозе данных препаратов и повышении доступности этой формы препаратов, что намного улучшит и облегчит работу наших врачей, а также контролировать лечение в домашних условиях. Следующий момент, который хотелось бы отразить, очень много критики о том, что наши протоколы не включили такие препараты, как противовирусные. Об этом очень много мы и говорим, и в соцсетях пишем, что данные препараты на сегодняшний день эффективность свою не доказали. Я не буду говорить о тех препаратах, которые мы называем фуфломицины. Они не доказаны. Я здесь хотелось бы остановиться на препаратах таких, как противомалерийный препарат, как гидроксихлорохин. Это препарат, который применяется для лечения ВИЧ, лопенавир, ритонавир. Два этих препарата в начале эпидемии во многих странах использовались. Это Китай, Италия и многие в Соединенных Штатах Америки и в многих других европейских странах. Но к апрелю месяца уже появились данные, что данные препараты эффективность свою не показали. То есть они их назначали вне показаний, хотели попробовать, насколько эти препараты могут снизить смертность среди пациентов с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день активно обсуждается в соцсетях и критикуется, что мы не включаем в протоколы такие препараты, как Ремдосевир и Фарирепровир. Данные препараты также до сегодняшнего дня не имеют доказанную эффективность. Хотелось бы отметить, что в протоколы должны включаться только те препараты, которые доказали свой эффект и, соответственно, безопасность. И здесь бы хотелось отметить, что данные препараты сейчас находятся на стадии изучения, проводятся исследования, и исследования это проводятся на людях. И поэтому, например, в отдельных американских руководствах, европейских руководствах, то же самое и в Российской Федерации четко написано, что применение этих препаратов должно быть строго в рамках клинических исследований. И хотелось бы отметить, что у нас, в Кыргызстан, мы не проводим клинические испытания этих препаратов, потому что у нас нет нормативно-правовых актов для проведения этих испытаний. И, соответственно, данное лечение пока не доказано. И тратить, будем так говорить, деньги, не только пациенты свои, но и государственные деньги на препараты, которые не показали свой эффект, считается нерациональным. Поэтому, кроме этого, данные препараты, они небезопасны. Сам препарат Ремдесивир, те публикации, которые на сегодняшний день доступны, они дают такие побочные эффекты, как развитие острой почечной недостаточности. Препарат Фавирепровир, который также предлагался, выпускается Российской Федерацией, у данного препарата применение приводит к тератогенным эффектам, то есть у женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте. А если они беременны и не знали, начинают принимать этот препарат, дети будут рождаться с уродствами и патологиями. Поэтому преждевременно принимать решение о включении этих препаратов в наши клинические протоколы, пока не будет доказана их эффективность и безопасность.